Стараемся, ну, то есть мы проводим в любом случае сначала обследование какие-то, либо мы берем объект аналог, либо мы берем воду на исследование. У нас есть своя небольшая мини-лаборатория, в которой мы исследуем эту воду. И обычно мы предусматриваем какую-то ступень очистки дополнительную на случай, если вдруг придет что-то специфическое. Там те же металлы, например, либо очень там большое количество нефтепродуктов, либо спавы, как обычно вот на РЖД, в РЖД-депо уже еще обычный мощный комплекс сейчас есть, да, там есть какие-то техобслуживания. Вот, и стоки с этих цехов, они все равно попадают в ливневку, потому что в хоз бытовую канализацию их сбрасывать нельзя, гор-калитр не принимает. И экспертиза говорит, что нет, мы такой объем стоков не хотим принимать, вот давайте в ливневый коллектор, как всегда, ну и мы потом с этими павами опять же боремся на своих очистных сооружениях. Да, понятно. А еще один короткий вопрос. Вы когда обменировали производительностью и объемом из ливнуаров, у него сток гектарного участка, и говорили, что получается водки без половины тысяч кубов до двадцати четырех, это вот влияет на такой параметр, который называется обеспечивание, да, для нового стока? Объем сточных вод, направляемых на очистку, на самом деле считается по, там простая формула в СНИПе, он считается в зависимости от площади территории и, как это называется правильно, максимальный слой осадка. То есть для первой группы максимальный слой осадка мы берем для малоинтенсивных, часто повторяющихся дождей. Для второй группы предприятия мы берем слой осадка большой, для редко повторяющихся дождей, но высокоинтенсивных. Вот, то есть обеспеченность, ну, она, что-то где-то там рядом, да. Вот, то есть, весь смысл в том, что мы для предприятия первой группы обязаны почистить дожди малой насильности. То, что у нас вот бывает, там, раз в неделю, там, раз даже в день может пройти, но небольшой дождь. А для второй группы предприятия мы берем уже дождь, который вот прям проливной, и мы обязаны почистить его целиком. А первая группа утонет. Пожалуйста, у вас ваши вопросы, и мы, наверное, дальше двинемся. Нет, первая группа не утонет, потому что для первой группы проектируются очистные сооружения с обводной линией. Первую порцию дождя мы забираем на очистку, а все остальное условно чисто идет по обводной линии. Хорошо. Добрый день, Юрий Никитович. Администрация Горопосадского муниципального района управления инвестиций в нашем районе. Сейчас несколько индустриальных парков, три из них – это частный, муниципальный индустриальный парк. Занимаюсь дженерикой, и вот как раз вопрос касается недостаточности сбора документации. Проблема со сбросом вод проходит ручей. Сейчас находимся на стадии, только сделали ледохозяйственную характеристику. Слава Богу, там осёдра нет, и крыль тоже. А теперь хочу понимать, как дальше двигаться, что мне дальше необходимо сделать. Гидрологические характеристики вы уже брали? Нет. Я думаю, это будет ещё целая лекция. Просто давайте мы потом уже обговорим эту тему. А на заскалье надо провести до конца. Для начала нужно взять все справки о гидрологии, о фоновых концентрациях и так далее. И только потом можно будет сделать вывод, разрешит ли вам местное БВУ, водное управление, вообще сбросить туда очищенность. с точной водой, да, замечу, что у нас по законодательству забрасывать можно только очищенность с точной водой. Давайте, да, и закончим, пожалуйста. Резиденты, которые на данный момент заходят на территорию индустриального парка, им отдельно нужно получать разрешение или нет? Ну, у вас индустриальный парк уже, я так понимаю, там запортирована карнализация. Да. Ну, тут нужно смотреть, на самом деле, насколько это рентабельно вам. Если очистные сооружения каждому резиденту строить, если они это будут за свой счет строить, это одно. Если вы будете за ваш счет, как-то это... Резиденты. Опять же, первые группы предприятия, то можно посчитать и построить очистные сооружения на всех. И просто, ну, со всех, грубо говоря, денег собрать, да, что называется. А вот если вторая группа, то пускай лучше сами строят, потому что это будут, ну, большие, получается, вложения. Я думаю, что просто несколько точек спроса. Возникает вопрос у второй группы, ну, прием-то быть должен быть, то есть резервуар, он общий, им должен принадлежать. Не обязательно. А если его нет? Они могут у себя поставить такой же резервуар. То есть каждый свое поставит. Когда проектируется вот с нуля индустриальный парк, когда мы знаем, что есть вот это вот предприятие второй группы, то, в принципе, эти резервуары можно заложить уже на стадии проектирования, прямо начального. А когда предприятие обезжает, что уже на существующий... Я бы, вот, этот вопрос сложный, наверное, мы его сейчас до конца не решим, но я бы хотел обратить внимание на то, что, ну, вас, что вы более глубоко изучили этот момент. Дело в том, что у нас есть пример одного индустриального парка, где просто-напросто возникла огромная проблема у резидентов. Они не могли получить ввод в эксплуатацию из-за того, что ливневая система не была создана на площадке. Сейчас это отсутствие ее, это запрет на ведение деятельности производственной. Вот. И ситуация решалась очень сложно. Я даже не знаю, как она решилась точно, кто, за чей счет они были построены в итоге. Но, то есть, либо вы на берегу, значит, говорите всем, что строите за свои, либо все-таки обеспечиваете и честно об этом говорите. Но вот потом, если хотите, можем пообщаться. Я вам скажу, что это за кейс и с кем можно поговорить подробнее на эту тему. Ну, просто да, проектировать, например, несколько сбросов, да, несколько точек сбросов, это будет сложнее, и сложнее это будет согласовывать. Лучше, конечно, сделать, вот, предусмотреть нормальную ливневую канализацию с общими очистными, но для первой группы, а резидентов, которые у нас ко второй группе, обязательно просто, чтобы они, грубо говоря, с всеми очистными приезжали. Моя точка зрения, чтобы все волки целые... Спасибо, Юля, спасибо, Саша. Коллеги, а давайте, у меня просьба, мы можем... Давайте мы перенесем в конец, сейчас мы закончим доклады, и можно будет еще позадавать. Пока окончательно не устанем, мы тогда завершим совсем. Значит, вот мы все спроектировали, все разработали, проектно-смертная документация готова, дальше надо внести экспертизу, и там тоже есть нюансы, есть, во-первых, у нас разные экспертизы, недавно появилась не государственная экспертиза, там много вопросов, нюансов, связанных с тем, за чей счет и строятся объекты, видимо, и какого они масштаба, но я в этом не специалист, а вот Антон Романов, исполнительный директор компании, вы, пожалуйста, сами скажите, как у вас точное название, чтобы я не ошибся. Нам как раз сейчас про это расскажут, я вам предусловил. Компания называется ДМСТР, так получилось. Вот, оно сложное, но первые 10 раз, когда их произносят, потом привыкают. Я, с вашего позвонения, понимаю, что уже времени осталось очень мало, куда нажимать? Немножко ускорюсь, наверное. Я подготовил этот слайд, я на нем написал нормативные документы, которые у нас касаются экспертизы, проектной документации, потому что большая часть всех материалов, которые можно услышать на всевозможных совещаниях, съездах, форумах, вещают в основном представители как раз тех же самых экспертных организаций, и их доклад, он представляет просто чтение статьи из Градостроительного кодекса. Я вам очень быстро расскажу, в принципе, о нашем опыте, потому что мы с экспертизой очень часто сталкиваемся, непосредственно, как генеральный проектировщик или технический заказчик. Понимая интересы всех, кто здесь собрались, упорен, сделаю на три вещи, качество, сроки и, естественно, деньги. И постараюсь как можно больше цифр вам дать, чтобы понимать сравнение. Для начала нам необходимо понять, необходимо ли нам вообще идти в экспертизу. На этом, наверное, остановиться не будем, потому что, я так понимаю, большая часть людей, которая здесь собралась, вряд ли строит какие-нибудь домики, одноэтажные, легкие конструкции, которые можно перенести и тому подобное. Поэтому, в нашем случае, наверное, каждый объект, все, кто здесь присутствует, у нас должен пройти экспертизу. Точнее, не объект, а как раз проектно-смертная документация результаты инженерных изысканий технических. Все же скажите, когда не надо, до полутора тысяч квадратов там, по-моему? Да, тут нужно оговориться, что у нас может быть полтора тысячи двести, но серьезного такого производства. Поэтому это, естественно, полторы тысячи, если этот объект не живой, используется под производством. Вот просто некоторые знают эту цифру полторы тысячи и думают, что я строю завод лакокрасочный, у нас был такой, маленький, полторы тысячи метров. А все равно экспертизу, он маленький. А то, что там лакокраска, технология, будь здоровь, это не единственный паралет. Да, это единственный паралет. Поэтому дальше перед заказчиком, застройщиком стоит выбор, какую экспертизу ему выбрать. Не государственную, либо государственную. Точнее, если у него вообще такое право выбора есть, потому что у него может быть объект, что ему в проект не приходится. Мы остановимся на двух видах экспертиз. Не государственная экспертиза и государственная экспертиза. Так как 90% всех наших объектов – это промка, и практически все объекты у нас имеют частные инвестиции либо открытую кредитную банковскую линию, 95%, может быть, даже больше, процентов людей, которые могут себе позволить проходить экспертизу не государственную, выбирать не государственную. Компаний, которые сами решили пойти в госэкспертизу, по своему желанию, очень мало. Не могу сказать, что государственная экспертиза в нашем понимании как клинического заказчика является неоспалимым преимуществом, у нее есть и минус. Поэтому давайте рассмотрим плюсы и минусы. Во-первых, сроки. Я сегодня перед этой встречей решил найти самые быстрые сроки, о которых заявляет государственная экспертиза на своем сайте. Я нашел три дня большими буквами. Самая первая строчка в рекламной кампании Яндекса. Заходите, можете посмотреть. Люди совершенно серьезно предлагают подать им комплект документов по восстановлению 12 разделов, и за три дня они вам дают положительное исключение. Государственная экспертиза у нас нормативно за три дня только рассматривает вообще комплект, можно ли его вообще рассматривать. И дают свое заключение о том, 12 здесь разделов или 11. У них на эти три дня уходят. А тут ребята сразу за три дня вам дают заключение. Ну и понятно, что это абсолютно неадекватное предложение, и вестись на это не нужно. Но, тем не менее, если у нас государственная экспертиза все равно срок средний составляет 60 дней, при нормативных 42 рабочих, и это при условии, что еще заказчик не будет приостанавливать работу, потому что он это имеет право, то не государственная экспертиза у нас можно совершенно в нормальном режиме работы уложиться в месяц. За счет чего мы добиваемся не государственной экспертизы и сокращения сроков. Во-первых, работа с не государственными экспертизами у проектировщика очень часто начинается уже на этапе проектирования. То есть мы не ждем, когда мы полностью все дома, все разделы укомплектуемые подадим на рассмотрение. Обычный договор заключается между заказчиком и экспертизой чуть-чуть раньше, и разделы и тома передаются в экспертизу уже по мере готовности. Ну, это опять же, как и договоритесь. Что, естественно, у нас влияет на сроки? Второе, что влияет на сроки, это то, что, по сути, государственная экспертиза абсолютно не заинтересована в том, чтобы вообще что-то делать быстрее. Ну, это государственная структура. Ну, зачем ей делать что-то быстрее, чем она может? Государственная экспертиза, в свою очередь, это влияет все-таки бизнесом. И для них, естественно, как и для проектировщика, как и для строителя, как и для любого человека, который занимается бизнесом, важнее как можно быстрее дать результат своей работы. Вот это сроки. Второе, это вообще, как у нас строится работа. Не могу сказать, что все непосударственные экспертизы хорошие. Мы сталкивались с разными. Мы сталкивались даже в какой-то период с экспертизами, в которой экспертизы были эффективны. То есть у них есть вроде как офис, они вроде как кредитованы на производство, на проведение государственной экспертизы. У них есть подписанты, у них есть сайт. Но если к ним в компанию приехать, то вы увидите, что эта компания работает по принципу маленьких проектных компаний, которые просто нанимают каких-то непонятных фрилансеров, которые, в свою очередь, дают какие-то исключения. Такие же непонятные. Сам институт экспертизы и проектной документации, я думаю, вряд ли у кого-то возникает вопрос, нужно ли это вообще. Это нужно. В отличие, например, от всего другого, что написано в представительном кодексе, например, СРУ. Ну вот я, например, человек, который ученит СРУ, я не знаю, зачем это мне нужно. И до сих пор я пока не нашел того, кто мне сказал, зачем это нужно. Даже СРУ мне не может это объяснить. Экспертиза же нужна. Естественно, инвестор и заказчик заключает договор с экспертной организацией, хочет не только получить быстрое заключение, он хочет еще, чтобы был дополнительный нормоконтроль. Потому что экспертизу у нас смотрят не только за тем, как оформлены документы, какие шрифты у нас в шапке, и соответствует ли она приказам Минстроя, они еще и смотрят на то, чтобы проект у нас соответствовал всем техрегламентам, всем новым, сниглым ГОСТом и так далее. Потому что если у нас проектировщик допустил ошибку и не указал на какой-нибудь очень важный эвакуационный выход, а экспертиза это не увидела и дала положительное заключение, это не дает право заказчику за строчку и с ощущением строительства этот выход не делать. Это все равно рано или поздно всплывет. И поэтому, конечно, контроль за результатом работы проектной компании должен быть повышен. Разброс цен следующий. Государственная экспертиза определяет свою стоимость строго фиксированно. Исходя из стоимости реализации проекта, она берет коэффициенты. Чем больше стоимость проекта, тем коэффициент меньше. Некосторственная экспертиза работает, опять же, по принципу бизнеса. Они исходят из своих человек-часов, из своих затрат, из своей нормы прибыли. Что позволяет с государственной экспертизой договориться. Для заказчика, который, как правило, оплачивает ее, очень важным моментом считается то, что, к примеру, сейчас уже все негосторственные экспертизы могут делать отсрочку платежей, могут его дробить как-то. Ну, люди готовы разговаривать и общаться. Если государственная экспертиза сравнивает со стоимостью негосторственной экспертизы, то негосторственная экспертиза на практике оказывается дешевле примерно в два раза. И это еще будет нормальной, такой хорошей компанией. Еще одна сильная сторона всех, значит, производителей, независимо от производителей чего, является то, что если вы подаете свой будущий объект производства к государственной экспертизе, нужно понимать, что это конвейер. И никто там особо вникать в ваш проект не будет. В каждом проекте у нас есть раздел ТХ, который, кстати, больше всего влияет на стоимости. Поэтому, когда и говорят, что определена стоимость проектирования, все-таки надо оговориться, что стоимость проектирования и определена без технологических каких-то решений, то негосторственную экспертизу можно выбирать, исходя из их опыта и портфолио. То есть есть целые, грубо говоря, компании, у которых специализация только по пищевке. У них там только пищевые организации. У них в штате есть технологии, которые специализируются только на пищевом производстве. Естественно, ни одна, ни МОСОБЛ-экспертиза, ни главгосэкспертиза, никакая государственная экспертиза, ни одна региональная, в своем штате технолога, у которого там стопроцентно будет опыт в пищевке, его там просто не будет. Ну и, наверное, следует еще отметить, если уж более развернуто по стремости сказать, то разница у нас по последнему объекту. У заказчика было несколько предложений от некосударственных экспертиз. Это было небольшое производство площадью 4 тысячи килограмм в деревообработках. Разница предложений у нас варьируется от 200 тысяч рублей до 1 миллиона 200. И поэтому это, конечно, уже функция заказчика или технического заказчика, если он есть, определиться вообще с тем, кого мы на эту работу будем привлекать. То есть момент серьезный. С какими проблемами, наверное, еще следует поделиться? Мы сталкиваемся как технический заказчик время от времени. Во-первых, уже, наверное, десятый раз за вечер скажу, присоединяясь с коллегами, что большая часть проблем, которые возникают у нас в процессе прохождения и получения положительного заключения, связанных с началом работ, когда они не могут быть начаты. Когда уже все построено, уже когда документы планируются подаваться в экспертизу, получаются технические условия, которые совершенно не бьются с тем, что вообще запроектировано. Получаются документы на землю, кадастр, ГПЗУ. Оказывается, что там вообще санитарно-защитная зона, раз что мы при ней все время говорим. То есть самостроенность, да? Да и, вы знаете, мы в такие объекты стараемся не участвовать. Нас все время приглашают на них больше с точки зрения аудиторов и обследователей. Но ситуация о том, когда документация еще даже не пошла в экспертизу, она находится еще на этапе там общих каких-то решений по конструктиву, а на площадке уже вовсю строят фундамент, она, естественно, до сих пор, мы ее наблюдаем часто. Но, как показывает практика, больше от этого заказчик-инвестор геряется, чем приобретает. Вот, наверное, в двух словах. Антон, а при каких условиях вы обязаны идти, ну, инвестор обязан идти, соответственно, в госэкспертизу? Конечно. И обязан идти в главгосэкспертизу? Ну, во-первых, давайте сразу отметим, что инвестор, заказчик, застройщик, ну, понимаем кто, у нас должен, не может выбрать не государственную экспертизу, если у него часть средств, которые планируются затратить в процессе реализации проекта, подразумевает бюджет, причем бюджет любого уровня, это не только федеральный бюджет, это и бюджет муниципальный. Во-вторых, если, ну, я думаю, это понятно, да, потому что в данном случае нам еще нужно обосновывать и стоимость, вот, сметы, конечно, достоверно, да, сметы стоимости. Да, потому что если мы за свои деньги строим, наши страны все равно, сколько мы строим. Нет, то есть, если мы строим очень долго, интересно, где дети, откуда видел человек, но больше вопросов никаких это не вызовет. Затем, когда речь у нас идет об объектах сложенных и уникальных, если в портфолио проектировщика есть такие объекты, то ему очень повезло, потому что таких объектов, ну, не так много. Это ограничение по высотности сто этажей, это консоль, большая, это глубина залегания, больше 15 метров, ну, подобное. Естественно, 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 да, это объекты, которые у нас, с которыми, если что-то пойдет не так, это увидит не то, что весь город, а вся страна. Это главнос, да? Конечно, это объекты Росатома, это оборонка, и все прочее. Но, опять же, все практически заводы, цеха с частыми инвестициями, привлеченными банковскими средствами у нас проходят почти всегда по негосэкспертизе. Но есть еще одна очень интересная вещь, которую я недавно начал наблюдать. Некоторые резиденты, некоторые технопарки, на которые мы работаем, у них именно при открытии кредитной линии есть условия конкретно банка госэкспертизы. Да, хорошо. Друзья,